Вряд ли этот человек осознавал, что он делает и уж точно не видел себя со стороны. На просторах интернета огромное количество видео с людьми, попавшим в сети одной из страшнейших проблем 21 века – наркомании. Но, к счастью, говорят врачи, даже самую сильную зависимость можно вылечить. Прошла девочка, очень тяжелая, она начала потребление лет с 10, прошла очень большой путь. Это была и больница, и реабилитационный центр, причем она была в реабилитационных центрах около двух лет. И потом приходила к нам постоянно, могу сказать, что сейчас эта девочка с хорошим образованием, счастлива в браке. У нее трое детей, насколько я знаю, она давно снята с наблюдения. В Мытищинском наркологическом диспансере под наблюдением находится 849 человек, употребляющих наркотики. Из них 4 подростка. Чаще всего вещества пробуют в юношеском возрасте. И, как правило, интерес проявляется к марихуане и синтетическим наркотикам. Почему это происходит? Потому что подростковый и юношеский возраст – это возраст проб. Ну, нельзя сказать, что никогда не было зависимости. Ну, в советские времена не было наркотиков, скажем так. Точнее, не были, их было мало. Потому что государство очень активно ограждало граждан от этого все-таки. Но был алкоголь. Алкоголизм и по сей день остается большой проблемой. В городском округе Мытища под наблюдением еще остаются около 3000 пациентов. Программы по лечению от алкоголизма и наркомании очень схожи. Лечение начинается, что приходят к нам пациенты, мы смотрим, кто-то может лечиться амбулаторно. То есть приходить к нам, получать лечение. Это и капельницы какие-то, и назначение таблетированных препаратов. Это беседа с врачами. У нас есть психолог, у нас есть специалист по социальной работе. То есть это все возможно. Под наблюдение в диспансер люди встают добровольно. Как правило, это граждане, которые осознают свою проблему и хотят ее побороть, но не в силах с ней справиться в одиночку. Главное, не бояться признать свою зависимость и сделать первый шаг к выздоровлению. За последний год в Мытищинском наркологическом диспансере успешные лечения прошли около 300 человек. Кирилл Тридуб, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.